Всем привет! Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить навигации в очередной раз и рассказать о онлайн-услугах. Как известно, на оригинальной навигации, либо на клоне, после активации пробного периода, то есть при подключении интернета к головному устройству, то начинают тикать часы, 60 дней или 2 месяца, в течение которых можно использоваться платными услугами, точнее бесплатный они, пробный период, пробок, погоды и цен на бензин. Но по прошествии этого времени, к сожалению, пользоваться уже нельзя, то есть пробный период заканчивается. У меня сейчас вставлена карта навигации, которую я активировал достаточно давно, в 2017 году, в начале. Вот, и если я даже зайду в раздел настроек, так, настройки движения, подключенные настройки, вай-фая нету, пункт интерактивная дорожная сводка у меня отсутствует, нельзя выбрать. Ну понятно, нужно подключить вай-фай, сейчас мы это сделаем быстренько. Так, все, подключился. О подключении свидетельствует вот именно такой значок, сейчас сфокусируется, да, что подключение есть. Опять-таки открываем навигацию, по-прежнему пункт интерактивная дорожная сводка у меня недоступен. Да, не могу я ничего загрузить. Вот, а сейчас буду пробовать по новой перезапустить этот пробный период. Время 11.47, почти 47 минут прошло. Проделал ряд шаманств с автомобилем, с картой. Вот, и сейчас попробую по новой вставить карту навигации. Вот она, это клон оригинальный. Вставляем. Так, вставили. SD-карта вставлена. Нажимаем клавишу NAV. Происходит загрузка навигации. Опа, прикольно. Ждем. Обычно это занимает где-то порядка минуты. Прошло где-то 2 минуты. Вот 11.50, навигация запустилась. Определила местоположение. Теперь попробуем подключить Wi-Fi. Сейчас, секундочку. Для этого перейдем в раздел настройки. Так. К сожалению, неудобно одной рукой держать камеру. Так, Wi-Fi. Вот она, S8 HotSpot. Происходит подключение. Ждем. Wi-Fi подключился. Оп, отфотокусировалось. Отлично. Переходим снова в навигацию. Нам снова появляется запрос о том, что следует ли использовать. Да. Нажимаем. И ждем. Вот, появилось сообщение, что активация успешно выполнена. Ура. Теперь, если перейти в настройки, к сожалению, в настройки, настройки движения, у меня появилась возможность установить галочку интерактивная дорожная сводка. Вот она. То есть, все работает, как и задумано.